Друзья мои, мы находимся в магазине большой-большой универмаг, который называется Хаотсенбей. Канадский универмаг. И давайте посмотрим, что у нас есть на весну, в смысле всяких сумочек, может быть, обуви, если мы успеем. Я начну с отдела, который я вам уже один раз показывала. Помните, я вам показывала бренд, который делает очень смешные и интересные сумки. Вот так он называется. Я понимаю, что я неправильно произношу его название. Это очень недешевая компания, но у них очень прикольные и очень интересные модели и фасоны. Посмотрите, какая классная сумка. Цены только я ее не вижу, но я ее сейчас найду. В общем, здесь и аппликации, и вышивка, и собачки, и розочки, и фонтан, и что только нет. Ну и кошельки тоже продаются вот такого же типа под цвет. Это все, конечно, кожа. Где-то цен что-то нету ни на чем. Наверное, стесняются показать цену. Ну, прикольная, конечно, сумка. Здесь еще такой кошелечек к ней идет. И есть вот такие вот. С такой вот розой. Так. Опять нет, цены. Слушайте, или я не понимаю, что происходит, или что-то происходит. Вот это, по-моему, с собаками мы уже смотрели. Вот, посмотрите, какие красивые, какие красивые весенние цвета. Лиловый. Есть, конечно, такие с собаками, шутливые такие сумки. А есть очень даже такие обычные фасоны. Совершенно не какие-то, знаете, не какие-то прикольные. А вот, 455 долларов стоит вот эта сумка прекрасного такого лавандового цвета. Редли Лондон. Есть к ней кошельки побольше, поменьше. Есть вот такие вот маленькие с собачкой. Есть такие побольше портмоне, такое с собакой тоже. Очень классные. Посмотрите, как оно прикольно сделано внутри. Горошек. Точечку. Здесь есть много отделений. В общем, все, что нужно. Все, что вам нужно. Есть такого же цвета. Сумочки поменьше. Такой базовый тоже, базовый дизайн. Базовая форма. Она стоит 385. Вот такая вот пухленькая толстушка. Цепочка на ручках в виде цепочки. И вот здесь вот есть в центре есть кожаная часть, которая очень удобно надевается на плечо. И к ней, значит, приложили туфлю за 100 долларов компании. Ой, не вижу. Ой, не вижу. Не понимаю. Ну, в общем, сиреневый такой перпл, чтобы сделать вот такой вот сиреневый дизайн. Видите, сумочки сиреневые и сиреневая туфля. Есть вот такие всякие. В общем, очень классно. Мне нравится их подход. Такой немного шутливый, немного такой дурашливый. Но видите, у них есть сумки и очень базовые совершенно вот такие вот классической формы. Но все довольно таких красивых цветов. Вот есть такие голубые, розовые, но есть, в принципе, и черные. Черные вообще очень хорошие. Мне очень нравится. Классического фасона цены нет. Классического фасона сумка такая на все случаи жизни. Есть ручка вот такая вот короткая на локоть. Есть длинный ремешок, что ее можно носить на плече. Вот. Здесь у нас Kate Spade. Что-то совсем мало у них. Совсем мало сумок. Так, что тут еще у нас? Я все никак не уйду от этой. Ну, мне нравится просто очень вот эта вот вся тема. Никак не уйду из этого угла. Это у нас что-то на распродаже. Так, 223. А, вот Kate Spade сумки. Ну, очень мало. Очень маленький выбор. Обычно очень много сумок Kate Spade. Я подозреваю, что они, видимо, ушли на... Ушли все на распродажу. Или что-то их как-то почему-то раскупили. И вот это вот сумки Coach компании. Известные компании. Довольно дорогой. Я помню, как ты показывала, я нашла украшения в своих походах в Second Hand. Нашла украшения Coach. Ну, вот вы видите по ценам, что эта компания совсем не дешевая. Совсем. Единственное, что они делают очень много дизайна, похожего на дизайны известных дорогих брендов. Ну, так скажем, брендов более дорогих, чем Coach. Ну, вот, в принципе, вот такая вот сумочка очень классная. 270 долларов. Небольшая, но с длинным ремешком. Вот такая вот, как раз, кроссбоди, очень может быть удобной и комфортной. Или вот такая вот, например, белая. Она чуть-чуть побольше. У нее хороший такой тоже базовый цвет. И стоит она 375 долларов. Тоже такая очень качественная. Видите, несколько карманов. Кармашек здесь на замочке. Вот этот вот кармашек, который открывается, видимо. Как неудобно одной рукой все делать. Кот и камеру на голову прицепить. Вот там, вот видите, кармашек, куда можно положить телефон или что-то, чтобы кредитные карточки, чтобы быстро добраться до того, чего вам нужно. Есть вот такого типа сумки Coach тоже. Черный цвет, всегда в моде, про всему подойдет. И есть такая короткая ручка-цепочка и длинный ремешок. С ценой у нас все как-то очень плохо. Почему-то цен ни на что нет. Это более чем странно, но ладно. Вот это мне нравится. Такой, видите, двойной ремешок. Красивый замок в форме буквы С. Я вам хочу сказать, что вот смотрите, она здесь висит. И она уже вот эта вот здесь как будто кожа уже потерлась. Это очень странно. Вот видите, здесь тоже сумки-то дорогие. Очень качественная кожа, очень приятная на ощупь. Стоит дофига. 490, почти 500 долларов. И вот такая вот какая-то незадача. Есть черные такие же, побольше. Мне нравится ее ремешок. Мне нравится ее фурнитура такая не яркая, не броская. Стоит она 595, почти 600 долларов. Безумно дорого. Я считаю, что это совершенно неоправданно. Тем более, что у нас есть очень много аутлетов магазина именно вот этого Коуч, который можно, в принципе, найти сумку намного дешевле, и не вываливать за нее такие сумасшедшие деньги. Так, пойдемте дальше. Мы попадаем... А, мы уже, значит, здесь мы, по-моему, смотрели. Ну да, это тот же самый... Та же самая компания. Вот. Редли Лондон она называется. И здесь есть также соломенные сумки. 425 долларов. Тоже с собачкой. И вот такие вот. 425. Вот это мне тоже очень нравится. Мне нравится ее форма. Мне нравится ее цвет. Такой, знаете, не мрачный, но в то же время базовый. Вот такая вот карамельный с бежевым. И то, что она, в общем, довольно вместительная, довольно большая. И у нее есть короткая ручка, есть длинная ручка. Можно носить через плечо. Класс боди. Так, вот эту компанию я тоже в прошлый раз показывала вам, по-моему. Это какая-то, мне она неизвестна. Называется Alohas. Довольно недешевая. 480 долларов. Здесь такая вот сумка с ручкой. Так, продавцам тут делать нечего. Народу здесь мало, поэтому меня, значит, уже оприходовали. Я же растерялась, забыла, где я была и что я делала. А, так, мы перешли в Ralph Lauren. 475. Очень симпатичные сумочки такие, с вышивкой белой. Просто прелестные. И вот такие вот есть побольше. На лето она просто чудесная. У нее есть большой такой... А нет, ремешок не очень большой. Вот такой вот ремешок. Я думала, что он будет подлиннее. Вот в этой маленькой есть длинный ремень. Видите, вот здесь вот длинный ремень, который можно носить как кроссбоди. А вот в этих вот ремешки такие, что они как будто только на плечо надеваются. Вот как будто бы багет. И такого же типа есть, видите, Ralph Lauren синие с белым. И есть такие же вот в том кошельке. Есть такие большие сумки Shopper. Есть просто коричневая Ralph Lauren классическая такая вот бокс-сумочка классической формы. 355 долларов. У нее есть ремешок. Видите, можно делать длинный. Можно делать покороче, я так понимаю, что вот так вот можно его сложить два раза. И есть вот такие вот тоже типа багет. Видите, у них короткая ручка. За 450 долларов. Тоже классической формы. Очень симпатичные сумки. Вообще Ralph Lauren сумок много. Есть вот такие вот. Они, видите, на сейле за 318. Есть вот такие вот, как по-английски называется, bucket bag. Так, это забыла. Ну, в общем, вот такая вот, вы поняли, мне сумка, которая вот так вот собирается. Вот. Ну, и, в общем, довольно много сумок таких совершенно классической формы. Вот такая красная Ralph Lauren. Очень такая, знаете, классическая. И такая, ну, обычная. Так, здесь вот что-то интересное я нашла. Замшевая сумка. Кто это? Что это? А, это Mars за 315. Я не знала, что здесь продаются сумки Mars, но вот буду знать. Очень симпатичная замшевая с бахромой. Такая модная, хиповая, но в то же время она не очень большая. И у нее есть длинный ремешок. Очень мне она нравится, вот эта сумка. Что-то здесь интересное. Посмотрите, какая красивая, интересная сумка. Цена замазана. Ну, видно, что было 170, что ли. Это какая-то компания, которая называется вот так вот Oroton. Никогда не слышала. Никогда не слышала. Посмотрите, какая интересная, красивая сумка. Такой геометричной формы. Вот здесь написано название. Вот так вот она открывается. Внутри довольно вместительная. И тоже есть длинный ремешок. Очень интересная, очень интересная ручка. Очень интересная сумка. Никогда не слышала про такие сумки. Какой-то Ламберт. В общем, какие-то здесь Кельвин Кляйн. Какие-то сумки новые у них появились, о которых я не знаю. Так, это, по-моему, Марк Джейкобс. Такой маленький, можно сказать, для телефона чехол. Со 182. Но сюда может поместиться только телефон. И кредитные карточки. Ключ, не больше того. Так, Ральф Лорен 450. Но это мы уже похожие смотрели такого типа. Так, это Ральф Лорен большой шоппер. Стоит 390. Из такой ткани. Дерюшка такая симпатичная сумка. Очень классная. Очень-очень ничего. Розенки такие. Ральф Лорен, Супер Фокси. Так, сумки Марк Джейкоб. И, да, Марк Джейкоб. Разные всякие сумки. Вот такой вот интересной формы. Банан такой, видите? И есть Марк Джейкоб классический. Вот такие вот сумочки. Классический Марк Джейкоб с ремнем из ткани. С написям Марк Джейкоб. С большим, толстым, широким ремнем. Есть разных цветов. Вот эта очень симпатичная. Посмотрите, какая Марк Джейкоб сумочка. Вечерняя. 125, что ли. Она сделана на цепочке ремень. Лакированная. И вот такая вот, как будто бы, битый металл. Сделано вот это вот Марк Джейкоб обозначение. Так. Такие, такие. Вот такие прикольные. Посмотрите, вообще смешные. Вот это вот. The Toad Bag. За 565. Ну, это, в принципе, тоже известные уже классические модели, которые уже какое-то время находятся на рынке. Смешной такой леопард. Меховая сумочка. И вот эта очень прикольная. Это, ну, это Кит Спейд. Это не Марк Джейкоб. Ее просто сюда поставили. Просто так. Так. Здесь распродажа. 246. Ребекка Минков. Очень, кстати, неплохой шоппер. Такой красивого цвета. Единственное, что мне не очень нравится. Ой, excuse me. Мне не очень нравится, что... Вот она вся такая в дырочку. И внутри вот этот мешок, что ли, там. Или это чехол от меня. Что она... Все просвечивается будет. Видите, вот такая же чурная. Так, я попала в какой-то угол, где очень много продавцов. Они все вожделенно смотрят на меня и ждут, что я еще что-нибудь куплю. И все время меня спрашивают, не нужна ли мне помощь, не нужно ли мне что-то. Сумки ГЕС. По-моему, тоже они на распродаже. Так. Сколько она стоила 140, а сейчас 90-91. Но ГЕС у нас не очень дорогая компания. В принципе, не дешевая, но она не считается прямо какой-то такой очень дорогой. И очень такой, знаете, прям желанный. Так, Ральф Лорен на распродаже. Вот эти сумки, я помню, я снимала их в самом начале весны, по-моему. Вот все такое цветочное. Видите, кошельки. Вот эти вот сумки. И сейчас они все уже вышли на распродажу. Яркие, вот эти оранжевые. Я помню, что я их в прошлый раз снимала здесь. И они уже, видите, все подешевели. Ну, супер, отличные молодцы. Так, что у нас дальше здесь? По-моему, ГЕС тоже, по-моему, Анну. Это действительно ГЕС. Черная сумка ГЕС. Вот такая розовая сумочка ГЕС. Тоже багетик такой. И это сумки. Интересный такой цвет. Не пойму, что в компании, сколько она стоит. 214 цена, я вижу. А бренд? Черт его знает. Какой-то, я не пойму, какой. Не знаю такой. Ну, в общем, интересная сумка. Похожа на кожу, но интересный такой цвет. Серый, чуть-чуть-чуть зеленоватый. Чуть-чуть зеленый. Да, вот здесь вот много ГЕСов у нас. Видите, большие такие огромные шоперы. Опять же, повторюсь, у нас было время, что они были очень популярны. Сумки ГЕС. Но последние несколько лет они как-то утратили свои... Утратили свои позиции. Хотя вот это вот очень приятное. Посмотрите на лето. Какая прелестная сумочка. Вышитая. Соломка раскрашена, вышита. И хороший такой длинный ремешок. И цена ее... Она на сейле. Всего лишь за 98 долларов. Видите, здесь вообще много сумок ГЕС соломиных. Это, конечно, уже приближение лета. И она тоже на сейле. Многие из них, видите, на сейле стоят 108. Ну, суперотлично. Для тех, кто любит ГЕС. Я вам хочу сказать не то, что я не люблю ГЕС, я не люблю. У них очень много таких было... Ну, заезженных, что ли, моделей, фасонов. А сейчас я смотрю, у них появились вот всякие какие-то симпатичные сумочки. Единственное, что они очень-очень сильно копируют. 86. Все они на сейле. Ну, вот это прямо Гучи копия. Вот. Вот это тоже. С другой стороны, кто сейчас не копирует? Все друг к другу копируют. 105. Вот такая вот сумочка. Симпатичная. Вы знаете, я как-то к ГЕС очень относилась прохладно, но сейчас я смотрю, что у них есть очень симпатичные модели. И они многие уже на распродаже. Так, это вот тоже, видите, 97 долларов. Очень много на распродаже. Очень красивые цвета. Розовый такой, пудровый. И такой зеленый-салатовый. Вот такая сумочка симпатичная. Из 97 долларов. Из голубого атласа. И вот это вот тоже. Очень прелестная сумочка. В такие красивые. Красиво такой нежной расцветки. За 84 доллара. И вот это вот тоже здесь на манекене. Вот такой же расцветки. Очень приятная. То есть вот ГЕС как-то, знаете, постарались, надо сказать. И даже очень много чего на распродаже. Поэтому, если вы любите этот бренд. Даже я не очень-то его люблю, но тоже так задумалась. Потому что мне много чего понравилось у них из того, что представлено. А вот, кстати, такая же сумочка, только с черным рисунком. Если вы не любите цветную соломку, то можно купить вот такую черную. Или вот такую вот белую. Она даже еще красивее, прекрасная на лето. 84,50. Хорошая цена. Вот эти неплохие. Прям даже очень неплохие сумочки. Ой, уроняю. Тут все. Их так много. Никто особенно не покупает. Поэтому их много. А вот, смотрите, это сумки манго. Представляете? Они стоят отдельным. Отдельно. Поддают сумки манго. Не в самом манго, а поддают их здесь. За 50 долларов. Вот такие вот миленькие сумочки. Это, кстати, тоже манго. Я вам их, по-моему, в манго и показывала когда-то. За 99. Вот эти вот меховые. Их, конечно, уже пора. Пора на сейл. Потому как они совершенно. Совершенно зимние. Посмотрите, какая интересная у них ручка. Что это за бренд? Красивая сумка. Синяя. Чарлис. Чарльз и Кейт. Я знаю такую компанию. Чарльз и Кейт. Довольно дорогая. Вот она. Ну, так. Не дешевая. 143 стоила. Сейчас посеем. Смотрите, как интересно у них вытягивается ручка. Какой у них интересный замочек. Застежка. Интересная фурнитура. Золотая фурнитура. И серебро. И тюпочка. Вот они же тоже. Этот же бренд. Посмотрите, у них очень интересная фурнитура. Вот так вот она сделана. Я не знаю, что меня слышно. Тут сейчас кричат, что-то объявляет. 8175. Такая, знаете, с сумкой из как будто бы резиновой такой. Резиновой такой, как будто спортивной резины. Вот она же. Похожая сумочка такая вот на вот ту. Только такой багетик длинный. Симпатичный. Вот эти мне нравятся. Мне очень нравится их. Вот знаете, такая интересная, необычная фурнитура. Есть их кошельки. Есть другого типа сумки. И есть вот такая вот, такого красивого салатового цвета. Светло-салатового цвета. Очень даже миленькие, симпатичные. Я, наверное, девочки, прекращу съемку сейчас. Потому что я смотрю на время. Уже больше 20 минут. Видео получается очень длинное. Вот они на распродаже. Эти вообще за 70 долларов. Посмотрите, какая красивая. Какая симпатичная сумочка. Давайте я ее к себе приложу. Она даже, в общем, подходит к моему аутфиту. Так, это моя. Не обращайте внимания. Сейчас. Посмотрите, как она подходит. И как она красиво смотрится со мной вместе. Мне нравится. Ее можно надеть так. Можно носить так. А можно с ремешком. Класс. Так, очень быстренько вам покажу такие вечерние сумочки. Недорогие. За 45 долларов. Всякие вот такие вот прикольные, смешные, с блестками. Эти, по-моему, были в прошлый раз. Такая вот. Вот такие симпатичные. Совсем дешевые. Сделаны под Hermes. По-моему, мини. Келли мини, по-моему, да. И посмотрите, как она симпатично выглядит. Очень хорошо сделана. Очень достойно. Есть вот такие вот цвета яркие. Есть черные. 40 долларов всего лишь они стоят. Это дешевая довольно компания. Но прям мне вот эти вот понравились. Прямо мини Келли такая точно. Очень-очень хорошо. Красиво. Хочу закончить видео и никак не могу прекратить снимать. Вот смотрите, какая милота. Стив Мэдден. Тоже не очень дорогая наша компания канадская. Или американская. Я даже не знаю точно. Стоит она не очень дорого. 99 долларов. Вообще-то не совсем не так уж и дешево для вот такой вот, в принципе, тряпичной сумочки. Но она очень симпатичные расцветки. И есть вот такие вот Стив Мэдден же под джинсо. Темные джинсы. За 129. Есть светлая джинсо такая. Я так и промечиво сказала, что это совсем недорогая компания. Они вот такие вот цены заломали. Но это прям все-все. Они, конечно, это такой под копия тоже. Они очень копируют. Очень-очень копируют. И слишком дорогая цена для сумок, которые абсолютно полностью inspired, что называется. А попросту перекопированы с таких довольно известных брендов. Уже почти собрала с вами прощаться. Но тут наткнулась на украшение Coach. Помните, еще раз я вам напомню, что я вам показывала, что я нашла в своем, в Secondy набор. И здесь, видите, вот есть тоже сережки, всякие браслеты. Очень содранные тоже с известных компаний нам всем. Цены абсолютно не видно. Единственное, что вот я нашла, допустим, вот такой браслет стоит 120 долларов. Ну, пусть представляете себе примерно, сколько, какие цены у них на их украшения. А я купила комплект, кулон и сережки за 6 долларов. Ну, что ж, дорогие друзья, сейчас уже, наконец, я с вами прощаюсь. Еще очень много хотела отснять. Ну, просто получается уже очень длинное видео. Я думаю, что мы перенесем на следующий раз обувь. Еще продолжение сумок. И здесь еще украшения и много чего другого. А на сегодня все. Я надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что все вам было интересно со мной. И всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была ваша Дита. Пока-пока-бай.